МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Радио Крым Реали продолжает свою работу. В студии Павел Казарин. Говорим о важном, говорим о том, что касается жителей Крыма. Тем более, что об этом очень часто в Крыму предпочитают молчать. Напоминаем, что вы можете звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Номера телефона для жителей материковой Украины 044 490 29 05. Звонки бесплатны. Тема, которая заинтересовала нас, произошла накануне. Международная компания, собственно, которая является правообладателем программного обеспечения для работы со SWIFT, Международная система банковских платежей, отключила от этой системы SWIFT РНКБ. РНКБ это один из двух главных российских банков, которые работают на территории аннексированного Крыма. Вообще, чем для банка чревато отключение от SWIFT? А точнее, даже не для банка, а для его клиентов. Чем чревато отключение от системы SWIFT? Какие банковские услуги сегодня доступны крымчанам, какие нет? Является ли отключение банка от SWIFT приговором для этого коммерческого учреждения? Или оно после этого может осуществлять платежи внутри страны и просто не может осуществлять платежи за пределы, собственно, Российской Федерации? И вот помните, в 2014 году говорили о том, что там российскую банковскую систему вообще могут от SWIFT отключить? И тогда российские топовые чиновники говорили, что это будет равнозначно объявлению войны. Насколько действительно подобная угроза отключения от SWIFT является, ну, такой болезненной для Российской Федерации. Обо всем этом в ближайшие полчаса, сразу после небольшого сюжета. Сто слов по теме Глобальная компания, правообладатель программного обеспечения для работы со SWIFT «Финастро» отказалась работать с российскими санкционными банками. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает издание «Ведомости». К этой категории относятся крымские банки «Тэмбанк», в которые введена временная администрация и РНКБ. Последний стал системообразующим на аннексированном полуострове. Компания «Финастро» намерена разорвать сотрудничество с учреждениями до 31 августа. Сеть SWIFT позволяет банкам беспрепятственно обмениваться друг с другом быстрыми электронными сообщениями, например, о том, что клиент финансового учреждения перевел деньги другому человеку. Эта система позволяет управлять потоком информации между двумя банками и следить за тем, чтобы денежные переводы осуществлялись быстро и надежно. В РНКБ уверяют, что отключение программного обеспечения для платежной системы SWIFT никак не отразится на работе банка. В 2014 году, по данным Центробанка России, на полуострове работал 31 российский банк. С тех пор их количество постоянно уменьшается. Крупные российские организации, опасаясь международных санкций, так и не решились ввести в Крыму свою деятельность. Вакуумно в финансовом рынке полуострова старались заполнить мелкие учреждения. Деятельность таких банков ограничена. У многих из них в лицензиях нет интересных для населения и бизнеса пунктов. Одним не разрешено привлекать депозиты физлиц, другим кредитовать. Некоторым нельзя заниматься внешнеэкономической деятельностью. Уже в 2014 году Центробанк России отозвал лицензию нескольких банков, которые открылись в Крыму. К лету 2015 года количество организаций на полуострове снизилось до 20. Сейчас их остается меньше 10. На момент аннексии полуострова в Крыму успешно работало более 70 украинских банков, среди которых присутствовали не только крупнейшие финансовые учреждения Украины, но и организации с иностранным капиталом. Валерия Максимова для Крым. Реалии. Друзья, вот с каким на самом деле проблемой сегодня сталкиваются крымчане клиенты российских банков? Какие услуги им доступны, а какие, ну по сравнению, например, с жителями регионов Российской Федерации, они действительно сегодня этих услуг, например, могут быть лишены? Виктория Жуковская, глава координационного центра правозащитного комитета дела чести, которая работает в Крыму, она с нами на связи. Виктория, доброе утро. Доброе утро. Да, вот если вот подвести, как бы, вот такие вот промежуточные итоги, вот с чем сталкиваются крымчане клиенты российских банков? Какие вот, например, на ваш взгляд, самые большие вот пробелы в ассортименте банковских услуг? Значит, еще раз доброе утро. Хочу вам сказать, что я не являюсь, еще раз, банковским аналитиком. Я никогда не была сотрудником банка, но, как мы все знаем, для того, чтобы быть критиком, не обязательно быть режиссером. И я здесь выражаю интересы мнения жителей Крыма, которые вынуждены, вынуждены мониторить ситуацию развития финансовой системы, новое развитие, потому что она была фактически развалена в 2014 году, финансовой системы Крыма, да, с позиции потребителя. С позиции потребителя, конечно. Хочу вам сказать, что банковская система, если сравнить ее в мировом формате, она сейчас в Крыму в зародышевом состоянии. То есть большие банки сюда не приходят, заявляя, российские, да, системообразующие. Почему-то они, я читаю, присоединились к финансовым санкциям в отношении Крыма. И финансовые санкции, в принципе, наиболее серьезно ударили по Крыму. И начиная с 2014 года, когда у нас в Крыму, крымчане, вообще в принципе, да, проблемы в банках были, это как, я даже не могу сказать, очереди какие-то там за картошкой бесплатные, да, то сейчас эти очереди продолжаются, но небольшие. Большие, мы были отключены, не работали ни мастер-карт, ни виза-карт, сейчас они работают, но обрабатываются не через, они обрабатываются через российский процессинговый центр. А система SWIFT, работа, то есть РНКБ банка, система образующего сейчас банка Крыма, хозяин его сейчас собственник Росимущества, хотя раньше были там часть частных лиц, ну его вывели, сейчас его, по-моему, рейтинг его 64-е место, на удивление, да, то есть в первой сотне, и без него бы Крым, конечно, бы серьезно финансово калашматила, но я хочу вам сказать, что как с 2014 года Крым был отключен от международных платежей, и в принципе крымчане не могут здесь сделать международный платеж, никаким образом, особенно на Украину, то отключение системы SWIFT, РНКБ, на потребителя, на нас, на жителей Крыма, не влияет никаким образом. Ага, это, кстати, важное замечание, да. Банки будут терять, да, банки, может быть, будут терять какие-то там денежные там потери, еще что-то, на нас это не влияет, но, по большому счету, может быть, это какая-то разведка будем, да, посмотрим, как тут в Крыму будет, и вполне возможно, что дальше эта санкция пойдет и на российские системообразующие банки, которые изначально присоединились к блокаде, а теперь могут получить такую вот, как я говорю, обратку. Понятно. Спасибо вам большое, Виктория. Это очень важное и ценное наблюдение. Вот нам, собственно, важно было послушать мнение крымчан. Виктория Жуковская, глава Координационного центра Правозащитного комитета Дела Чести, рассказывала нам о том, повлияет ли или не повлияет лишение одного из двух крупнейших российских банков, работающих на территории Крыма, доступа к системе международных платежей SWIFT. Вот, как бы, скажется или не скажется это на крымчанах. По мнению Виктории, не скажется, потому что и до этого, собственно, крымские банки, которые заходили работать в Крым, не осуществляли международных платежей. Поэтому в этом смысле потребительский уровень реакции. Вот, ну, как бы, потребитель и так этих платежей не видел, и на него отказ от SWIFT не скажется. А вообще, чем чреват для банка отказ от системы SWIFT? Насколько она, в принципе, системообразующая для коммерческого учреждения? Почему в 2014 году, когда ходили разговоры об ограничении доступа российских банков к системе SWIFT, российские топ-чиновники говорили, что это будет эквивалентно объявлению войны? Я, к сожалению, сейчас не могу найти точную цитату, но я абсолютно точно видел ее на портале РБК в конце 2014-го, начале 2015-го годов. Что это было? Фигура речи или действительно здравая оценка рисков, с которыми может столкнуться российская банковская система? Чем вообще, насколько это принципиально для коммерческого учреждения быть внутри этой системы SWIFT? Семен Новопрусский, заместитель главного редактора портала Банки.ру, с нами на связи. Семен, доброе утро, спасибо, что нашли время. Да-да, доброе утро. Вот система SWIFT для коммерческого учреждения. Вот если бы вы объясняли человеку, не особенно по совещенному в нюансы, на чем бы вы сделали акцент в первую очередь, и насколько для коммерческого учреждения принципиально быть внутри этой системы? Ну, на самом деле, если вы не проводите расчетов, связанных с зарубежными контрагентами, я скажу, что если вы не проводите платежи за пределы России, то не принципиально, потому что все платежи внутри России могут проводиться через расчетную систему Центробанка, и не принципиально. Но если вы проводите платеж любой, денежный перевод или денежный перевод вашей фирмы другой страной, тут система SWIFT главная, и если ей не пользоваться, то тогда надо все вводить вручную, отдельно договариваться с банком-контрагентом, и он еще может план не принять, то есть ваш платеж не принять. То есть на самом деле это просто становится ручным трудом, с неясным исходом, надо будет отдельно договариваться, то есть это каждый раз гораздо более трудоемкий процесс. То есть то, что в противном случае, когда SWIFT включен, проводится автоматически, начинает проводиться в вручном режиме, и у вас нет уверенности, что этот платеж будет принят. Понятно. То есть в этом смысле... И, соответственно, получен, если вы получаете зарубежку. Понятно. То есть, по сути, например, угроза отключения банковской системы, какой бы то ни было стороны от SWIFT, это, по сути, изоляция банковской системы от вообще системы от международных транзакций как таковых? Ну, это изоляция, ее можно точечно прорывать, но это, по сути, да, это, по сути, превращение, если это, по сути, все банковские системы, это ее превращение в такое вот абсолютное, так сказать, внутреннее болото, которое не имеет возможности, соответственно, соотноситься с крупными водоемами практически. Да, то есть там это просто... Ну, и кроме всего, это технологические возвращения. То есть не в каменный век, то, по крайней мере, это еще вот такой вот технологический, что называется, удар назад, потому что действительно в современном мире количество операций крайне велико, и если банк проводит платежи достаточно большое количество с зарубежными контрагентами, конечно, вручную все это делать, но банки давно уже, к сожалению. Еще один момент. Вот Российский национальный коммерческий банк, один из двух банков, ну, точнее, вот после событий февраля-марта 2014 года на полуостров пришло порядка 30 российских банковских учреждений. Крупных не было, приходили, в том числе учреждения, которые находились там в пятой или в третьей сотне рейтинга российских банков. Они пришли на территорию полуострова, и, среди прочего, вот стало накануне известно, что от системы SWIFT был отключен один из крупнейших банков, работающих на полуострове, это РНКБ, второй крупный банк, это Генбанк. По сути, можем ли мы на этом основании говорить, что Крыму бессмысленно ждать прихода крупнейших российских банков, как Альфа-банк, я не знаю, там, ВТБ, там, Сбербанк и так далее, потому что для них цена возможных санкций недопустимо высока? Ну, пока про это практически публично говорят сами эти банки. То есть пока, конечно, совершенно никаких оснований нет, что они будут приходить в Крым. Причем, если раньше был момент, когда, ну, собственно, крупнейшие российские банки оказались между двух огней, да, потому что, как известно, в России есть статья за экстремизм, если ты не будешь признавать аннексию Крыма, то, значит, можешь получить уголовную статью. Вот, так вот, некоторое время банки крупнейшие, когда их спрашивали, почему вы не работаете в Крыму, говорили, что вот, там, нам кажется, что нету бизнес-примлекательности достаточно, то есть мы не уверены в прибыли, но потом несколько раз, например, представители Сбербанка прямо публично говорили, да, мы не работаем, потому что опасаемся санкций. То есть, конечно, санкции являются одной из ключевых причин, но при этом всегда еще банки смогут крупные сказать, что мы туда не приходим. Это действительно, вот, в отговорке, касающейся, собственно, низкой бизнес-привлекательности, тоже есть своя правда, потому что понятно, что, ну, фундаментально никаких возможностей существенно заработать в Крыму, конечно, у крупных российских банков нет. Скажите, пожалуйста, вот, получается, что в этом смысле, получается, что санкции, во-первых, санкции, они могут работать, во-вторых, вот, международная банковская сеть, правильно ли я понимаю, что она является настолько взаимно интегрированной структурой, что в ней вот этот эффект от возможного санкционного давления проявляется куда быстрее, куда явственнее, чем в любых других секторах, там, не знаю, промышленности, если угодно, или чего бы то ни было еще? Ну, по крайней мере, в банковской системе, конечно, это чувствительно, и, кроме того, вот есть важная вещь, которую поначалу, на мой взгляд, российские власти не поняли, и сейчас только начинают немножко понимать, именно в банковской сфере, да, ну, это проявляется не только в банковской сфере, да, потому что мы, например, все знаем последствия достаточно громкого скандала вокруг посадки Турбин-Сименс в Крым, в обход желания Сименс, да, но, в целом, так все устроено, что опасаются работать с улично попавшими, значит, санкционные списки банками, в том числе кредитные организации тех стран, которые санкции не вводили против России, да, то есть, например, понятно, что будут очень осторожны, они могут какие-то проекты вести, но могут и отказаться от каких-то проектов, в том числе и китайские банки, те, которые, по крайней мере, имеют тесные контакты с американским рынком, чтобы не попасть на американские штрафы, да, то есть, на самом деле, финансовая система, она мало того, что сильно интегрирована, если у каких-то крупных банков стран, которые не присоединились к санкциям, есть интересы в странах, которые присоединились к санкциям, банки этих несанкционных стран тоже будут опасаться, и это, в общем, тоже происходило, то есть, на самом деле, эти санкции, в том числе, работают и для тех стран, которые формально не участвуют в санкционной войне. Ну, опять же, вот какой-нибудь потребитель может задать нам абсолютно потребительский и, тем не менее, довольно справедливый вопрос, ну, скажет он, если я живу на территории полуострова, какая мне разница банковский, какой, условно говоря, банковский логотип размещен на моей кредитной карте, условно говоря, это Генбанк или это Сбербанк, это, условно говоря, РНКБ или это, условно говоря, российский Альфа-банк, разве есть разница между тем, чтобы быть клиентом, там, условно говоря, банка из первой десятки российского рейтинга или, там, банка из третьей сотни рейтинга? Все зависит от того, чего, собственно, человек хочет от банковской системы, да, в самой России тоже есть клиенты у банков, которые, там, да, которые, там, из третьей сотни, да, и пока еще в пятой, хотя количество банков стремительно в России уменьшается, но все равно, значит, да, достаточно велико. Можно прожить, зависит от того, что мы хотим от банков, да, но если мы хотим от некоторого, значит, бизнеса, хотим кредитов, да, которые мы хотим брать на определенных условиях, тем более хотим кредитных карт, которыми можно расплачивать не только внутри России, то тогда, конечно, будут проблемы у человека, собственно, банками, работающими в Крыму. Если человек локализован в Крыму, значит, если его общение с банками ограничен, там, каким-нибудь вкладом или еще, значит, там, или каким-нибудь кредитом на индивидуальное предприятие небольшим, он может и так прожить, да, то есть, на самом деле, нет, понятное дело, что это же, как бы, такая вещь, мы и в быту, на самом деле, кто-то, значит, там, живет, там, в коммунальных квартирах, там, кто-то живет более богат, кто-то более бедный, но вопрос состоит в том, что, конечно, в любом случае у клиента крымского сейчас, в том числе, в силу фактов, набор возможностей существенно меньше, чем у клиента в России, значит, там, да, то есть, на самом деле, разница в возможностях, конечно, есть. Понятно. Вот вы упомянули уже о том, что количество банков в России стремительно сокращается, и мы тоже обратили внимание на эти цифры, потому что в 2014 году на полуостров пришли 31, если не ошибаюсь, российские кредитные учреждения, ну, в принципе, российское банковское учреждение, а потом начался процесс отзыва лицензий, в том числе и у тех банков, которые пришли работать на территорию полуострова. Летом 2015 года было где-то порядка 20 банков, сейчас их осталось меньше 10, меньше 10 российских банков остаются работать на территории полуострова, а вначале их было 31. Что произошло? Это вот история про какой-то глобальный российский тренд, или это история конкретно про полуостров? Мне кажется, тут сошлись две истории. Во-первых, это история, собственно, про Крым, и заключается она вот в чем. Несколько российских банков, которые зашли на крымский рынок, после этого лишились лицензии. При том, что как минимум 2-3 таких банка заходили в Крым в надежде, что это даст им политическую индульгенцию, что они из-за этого не лишатся лицензии. То есть они полагали, что так они смогут решить свои финансовые проблемы, потому что ЦБ по политическим причинам не отзовет у них лицензии, потому что они согласились зайти в Крым. Как только рынок увидел, что банки, пришедшие в Крым российские, получили отзыв лицензии, новые банки резко перестали выходить, потому что поняли, что это не способ спасения. И вторая история – это, собственно, идущий процесс, с одной стороны, очищения российской банковской системы, ее консолидации. С другой стороны, понятно, что в том числе и по маковой экономическим причинам вести банковский бизнес в России становится все труднее. И резко были увеличены в том числе требования к минимальному уставному капиталу банков. И у самих банков, несмотря на то, что вот сейчас, например, вообще в российской банковской системе происходит достаточно странная ситуация. При публично озвученной рекордной, чуть ли не рекордной прибыли в целом банковской системы, реально существенные деньги, прежде всего, зарабатывает Сбербанк, который дает там, лучше ли не больше половины этой прибыли. При этом даже у крупных банков из топ-30, а даже и топ-15, есть существенные финансовые проблемы. Ну, я уж не говорю про другие банки. То есть, на самом деле, в России и в самой идет процесс по объективным причинам сокращения количества банков. Ну и, кроме того, банки на своем опыте выяснили, что Крым не является гарантией того, что у них из-за этого рынка не отзовут лицензию. То есть, что политических причин у таких, у мелких банков, если у них есть проблемы по бизнесу или сомнительные операции, остаться на рынке благодаря Крыму нет. Да, это довольно иллюстративно. Спасибо вам большое, Семен, за то, что нашли время поговорить с нашими слушателями. Семен Новопрусский, заместитель главного редактора портала «Банки.ру», рассказывал нам о том, соответственно, почему сокращается количество российских финансово-кредитных учреждений, которые, во-первых, пришли после февраля-марта 2014 года, после аннексии Крыма на территорию полуострова, а, во-вторых, говорил о том, чем чревато, собственно, для рядового потребителя отсутствие крупной банковской системы, и что теперь, в принципе, российские крупные банки на территорию полуострова, в принципе, даже не будут заходить даже на уровне риторики, после того, как РНКБ, это российский коммерческий банк, который зашел на территорию аннексированного полуострова, лишился доступа к системе SWIFT. А вообще, насколько развитость и неразвитость банковой системы в регионе способна влиять на будущее региона? Можно ли говорить о том, что, там, не знаю, потенциальная, потенциальная инвестиционная привлекательность, возможно она или невозможно в условиях, вот, как раз-таки, неинкорпорированности в регионах, в международную систему банковских коммерческих услуг, вопрос, который пока что остается без ответа, но, думаю, ненадолго. Сергей Фурс, украинский инвестиционный банкир, присоединяется к нашей беседе. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Да, вот мы как раз говорили о том, что там российские банки, которые работают на территории украинского Крыма, отключают от системы SWIFT, говорили, что после этого они остаются такими себе каботажными банками, которые будут осуществлять платежи внутри Российской Федерации, и при этом, собственно, при этом в Кремле говорят о инвестиционной привлекательности для Крыма, о том, что регион как точка роста. Вообще банковская система, и она может являться таким себе лакмусом для потенциального инвестора? Ну, безусловно, она может являться, но тут вопрос, что если инвестор и так знает про санкции, то развитие банковской системы в Крыму его не очень не останавливает, восстанавливает возможные санкции, которые были бы, если бы он туда зашел. Поэтому, в целом, если бы мы брали какую-то отвлеченную страну, и наличие или отсутствие банковской системы, конечно, это был бы очень важный индикатор. Но когда и так есть санкции, то это уже не играет роли. Вот вообще, по каким мотивам, собственно, потенциальный инвестор выбирает регион для инвестирования? Ведь он же всегда, в первую очередь, ориентируется на вопрос прибыльности, а не на вопрос, скажем, высоких материй. Да, высокие материи никогда инвесторов не должны интересовать, в принципе. Но вот на примере Украины, когда к нам приезжают инвесторы, они говорят, что, смотрите, доходность мы можем найти сами, безусловно, доходность для нас важна, и мы видим, но доходность есть по всему миру, обеспечить нам безопасность. Вот безопасность инвестиций, наличие в этом месте для инвестирования работающего верховенства права для них является приоритетом. То есть верховенство права и возможность вывода денег, соответственно, из региона инвестирования? Ну да, это, безусловно, тоже важно, и это то, что останавливает многих от инвестирования в Украину, если вы знаете, как ввести сюда деньги, но для вас есть риски вывода этих денег, то, безусловно, это входит в то же самое понятие безопасности. Понятно. К сожалению, к сожалению, у меня было приготовлено еще на два вопроса больше, но вот редакторы показывают, что время неумолимо. Благодарим Сергею Фурсу, украинского инвестиционного банкира, за то, что нашел возможность присоединиться к нашей беседе. Собственно, друзья, так или иначе, остается констатировать, крупных российских финансовых учреждений Крыму не видать. И вот номенклатура тех услуг, которые предоставляются действующими, она, скорее всего, останется ограниченной. Берегите себя, слушайте Радио Крым Реалии. Мы прощаемся с вами ненадолго. Приходите к нам на сайт, мы вас ждем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова